Всем привет-привет, меня зовут Женя Гейн и через пару дней Новый Год. Хочу подвести итоги 2015 года. Конечно, в 2015 году было не совсем все так ужасно, не совсем все так плохо. Были и хорошие моменты, но больше, мне кажется, было плохих моментов. То, что показывали по новостям и показывают до сих пор по телевизору. И то, что происходило, это, конечно, ужасно. Я не знаю, почему 2015 год такой страшный год. Я надеюсь, что больше таких страшных не будет годов. Так что, девчонки и мальчишки, давайте стараться в следующем году не негативить, только позитивить. Тема этого видео лучшая за 2015 год. Первое, это увлажнитель воздуха. Я не могу жить теперь без этой штуки, особенно сейчас, когда зима, отопление включили, воздух в квартирах очень сухой. Тело сохнет, волосы сохнут, у меня сохнет все. Поэтому я хочу посоветовать всем, если у кого нет увлажнителя воздуха, обязательно приобретите себе увлажнитель воздуха, если в вашей квартире очень сухо. Мне кажется, сухо у всех сейчас. Особенно тем, у кого маленькие дети. Потому что увлажнитель воздуха, это помощник номер один даже при простуде, при аллергии. В общем, в основном у меня обычная здесь вода. Но, конечно же, изредка по 15-20 минут в день я предпочитаю добавлять сюда эфирные масла. В данный момент у меня есть два масла. Это грейпфрут и иланг-иланг. Грейпфрут – это средство номер один от депрессии. Пару капель масла я капаю водичку, увлажнитель, включаю. И по всей комнате разносится аромат шикарнейшей грейпфрута. И плюс увлажняет воздух все это дело, плюс такой аромат легкий. И когда я принимаю ванну, я тоже добавляю пару капель либо грейпфрута, либо иланг-иланг. Аромат потрясающий по всей ванне. И советую, да, когда вы принимаете ванну, обязательно не принимайте ее просто так. Обязательно используйте какие-нибудь эфирные масла. Может быть, какая-нибудь пена для ванны с каким-нибудь ароматом релаксирующим, расслабляющим. А если соль добавите и добавите масло, это вообще шикарно. Иланг-иланг – это чудо женское масло, которое притягивает любовь, раскрывает женство. И так далее. Романтичное, женственное масло. Когда этот аромат разносится по всей комнате, на самом деле он очень приятный, очень красивый. Как парфюмчик пахнет. Это чешская элитная натуральная косметика. То есть это все произведено в Европе. Очень качественные, натурально, стопроцентно, органические масла. Ставлю ссылки под этим видео, посмотрите. От этой же фирмы у меня есть просто шикарнейшее мыло для рук. Здесь пол-литра, можете себе представить. Это как будто бы масло. Как будто бы маслом вы моете руки, там, либо тело. В составе большое количество масел. И, знаете, оно отлично увлажняет руки, когда вы моете руки. Особенно хорошо, мне кажется, поставить его на кухне, это средство. Если вы часто моете посуду, ваши руки постоянно сохнут. Как оно работает? Вы наносите его вначале на ваши руки. Такое впечатление, что вы нанесли масло на руки, да? Вы все это мажете, мажете, мажете. Затем, когда добавляете воду, все это начинает немножко пениться. Прям совсем немножечко. Ваша грязь все отходит. Руки все равно увлажнены, потому что масло в составе. Но прекрасно очищает руки. Еще у меня есть гидрофильное масло для детей интимка. То есть для интимной гигиены вашего ребенка. Оно отлично подходит не только детям, но и взрослым. То есть женщины тоже могут использовать это масло. Оно просто шикарнейшее. Когда это масло вступает в контакт с водой, оно немножко не то чтобы пенится, оно реагирует и хорошо очищает всю флору и фауну. Что касается аромата для дома, я влюбилась вот в такие бутылочки в Zari Home. Я их просто обожаю. Это ароматизатор для вашей комнаты. Если вы хотите освежить ваше помещение, если вы тоже любите аромаштучки, как я, в прихожей советую ставить такие штучки, потому что когда приходят к вам гости или когда вы сами возвращаетесь домой, первым делом вы вдыхаете аромат вашего дома, квартиры, когда открываете дверь, когда входите. Если он приятный, у вас намного лучше настроение, чем если вы откроете, у вас запах еды или чего-нибудь там, каких-нибудь ботинок. Это видео получается супер ароматное, супер вкусное и приятное. Я не остановлюсь на запахах. Хочу продолжить тему ароматов. Последний раз у меня появился новый аромат от Jo Malone. English Pearl & Frisia. Я нашла у нас в Алмате, в Есентай Моле. Девчонки, просто хочу посоветовать, если вы любите Jo Malone. И вообще обратите внимание на марку Jo Malone, потому что Монталь уже реально всех достал. Он уже каждый второй, третий. До Нового года они не поднимают цены. То есть у них Jo Malone сейчас 100 мл дешевле, чем везде. Чем в Америке, на Нордстроме, чем в Лондоне. Тем более в Лондоне вообще в фунтах он очень дорогой. Вы не поверите, сейчас этот аромат по 100 долларов в Есентай Моле. 100 мл. Если сравнивать, я покупала 30-ку за 60 фунтов. А этот стоит 100 долларов у нас в Алмате. Вот вы поняли, да, разница. Яркий, он в то же время спокойный. И все-таки я советую вначале попробовать, прежде чем покупать. Потому что мой восторг от Rosemask. Не все понимают. Многие просто вслепую заказывают, потому что видят, что мне нравится. Еще какому-то блогеру нравится. И думают, что вкусы у нас как бы совпадают. Тоже покупают. Но когда доставляют им эти запахи, они их не понимают, не подходят. Поэтому советую вначале все-таки пробовать ароматы, прежде чем покупать, потому что они не дешевые. Этот аромат кисленько-цветочный. Мне напоминает бергамот с цветами. Не знаю, что такое. Терпка, кисло-цветочный и яркий. В то же время я такой аромат ни у кого не слышала. То есть для меня он, знаете, новый аромат. Мой любимчик в последнее время это некоторым блосом Анхани. Очень свежий аромат. Я про него уже рассказывала. И Монталь Росмаск. Это просто незаменимый мой вечерний аромат. Но говорю, что сейчас все им пользуются. Поэтому как-то он уже немного никого не удивляет. Следующий мой любимчик это лосьон для тела от Биотерма. Я в него влюбилась. Скажу честно, до этого я не пользовалась люксовыми лосьонами для тела. У меня были обычные увлажнители, молочку от Дафф, от Джонсонс Бэйби и так далее. Однажды в Дьюти Фри я решила попробовать купить хороший лосьон для тела. И решила, что это должен быть именно этот лосьон. Потому что Биотерму я люблю в принципе. Антидрайинг Боди Милк. То есть от сухости кожи. Хорошо увлажняет. Плюс ко всему он быстро впитывается и очень легкий. Знаете, нет такого жирной пленки. И немного есть такой эффект липкости. Прям совсем-совсем немножечко. Но он потом, все-таки этот эффект проходит. Все окончательно впитывается. Кожа очень мягкая. И самый главный плюс этого лосьона, то что он просто космически пахнет. Вкусно-вкусно пахнет. Медом, цветочками, молочком. Что-то. Ну запах нереально вкусный. Просто вот вы, когда примете душ вечером перед сном, нанесете на себя этот лосьон, выходите, вы пахнете этим лосьоном до утра, наверное. Пока спите в кровати. И муж вас нюхает и говорит, ты так вкусно пахни. Мои волосы очень проблемные в том плане, что они долго не держат укладку, если нет нормального средства. Мне всегда нужен супертермоядерный лак, но не нужно, чтобы он склеивало мои волосы, чтобы при этом сохранялась естественность какая-то. И не было вот этого липкого склеенного эффекта. И чтобы волосы не были как палки. Но в то же время эффект был супертермоядерный. В общем, такого лака нигде не было на свете. Пока я не заказала себе в TG Bad Hat. Это профессиональный лак для волос. Он у меня уже давно, я потеряла крышку даже от него. И я его обожаю. Вот единственный лак, вот вы не поверите, у меня в ванной комнате очень много лаков для волос. Очень много разных брендов. Но ни один так не работает, как именно работает. В этом году меня покорила палетка Naked Urban Decay Smoky. Я про нее рассказывала, я на нее делала обзор. Здесь идеальные для меня оттенки теней. Как и на вечер, так и на день. А также сама по себе палетка качественно сделана. Большое зеркало. И, короче, я ее люблю. После обучения, когда я училась на курсах визажиста, я купила там себе косметику от Makeup Studio. И я вот эти два блеска просто обожаю. Я тоже их уже не раз показывала. Но особенно я обожаю вот этот оттенок. Вы часто спрашиваете, когда у меня на губах такой розовенький оттенок. Я пользуюсь именно вот этим оттенок. C304 Makeup Studio. Профессиональная косметика. Это суперстойкая помада, суперстойкий блеск для губ. На одной стороне вы наносите помаду, она должна немного подсохнуть. Затем завершающий этап прозрачным уже блеском. Тогда они не такие сухие. И все это очень долго держится. И цвет нейтральный, подходит под любой макияж. В этом году я познакомилась с косметикой Tom Ford. Кстати, у нас есть тоже Tom Ford в Yessentai Moli. Я не смотрела, какие там цены. Но посмотрю, ради интереса. Мне очень понравились матовые помады для губ от Tom Ford. У меня помада 07 Ruby Rush. Красная матовая. И по сравнению со всеми моими матовыми помадами, блесками, лаками для губ, это самое лучшее. Во-первых, она не сушит губы. Проблема всех матовых помад в том, что они жутко сушат губы, отваливаются какими-то хлопьями, как-то забиваются. Если стирают, то все это в трещинах остается. В общем, ужас просто дикий. Во-первых, цвет у нее красивый. Знаете, красный, холодный. У меня холодный цветотип, поэтому она мне хорошо подходит. И плюс ко всему, очень комфортная на губах. И держится очень долго. Ну и хочу поделиться с вами новостью. Многие уже знают о этой новости. Я открыла канал для своей дочки. У меня есть дочка, ей 4 года. И я для нее открыла канал. Ссылку на канал я оставлю под видео. Кому интересно, загляните. Мы там снимаем различные видео, связанные с Сарой. Сара 2Р, потому что 2Р. Идея возникла у меня очень давно. Я не знала, как все-таки собраться и уже снять. Нужно не тянуть, я поняла. Нужно съесть и снимать. Вот. И у меня дочка постоянно смотрит эти ролики в Ютубе, как дети там что-то распаковывают, играют. Потом эти игрушки, обзоры такие делают. Потом я заметила, когда я начала покупать ей что-то, она тоже вот так вот сользилась и начала говорить. Всем привет, я там сейчас что-то распаковываю. И про это начинает рассказывать. Я понимаю, что она просто глядя на эти ролики, точно так же себя начинает вести. Я думаю, почему бы ее в этот момент не снимать. Во-первых, ее это абсолютно не напрягает. Ей это очень нравится. Это очень такой занимательный процесс. Она знает, что ее снимает камера. Ей это очень-очень нравится. Она прям вообще, прям даже иногда просила, мама, сними меня. А потом смотрит на саму себя. И так ей все это нравится. И с каждым разом она все лучше и лучше как-то на камеру себе начинала вести. И я понимаю, что это очень полезно. Я знаю, что многие думают, что нельзя детей показывать. Но это, мне кажется, бред какой-то. Я не показывала раньше свою дочку, потому что у меня был муж против. Вот в этом вся и причина. Если бы муж не был против, я бы вам ее показала, наверное, и как только в палате родила, я бы уже сделала какой-нибудь селфи. То есть для меня это абсолютно не важно. Я не считаю, что это как-то влияет на нашу жизнь. Что это какие-то сглазы и так далее. Что это бред. У европейцев, у американцев нет таких понятий, как порча, сглаз. Это только у нас. В странах СНГ мы чего-то боимся, ходим постоянно по этим бабкам, гадалкам. Нет, не хочу. Это прошлый век. Ребята, про это не думайте. И чем меньше вы будете про это думать, тем меньше с вами будет это все происходить. Поэтому я решила для нее открыть канал. И нам это нравится. Конечно, мы пока часто не снимаем видео, но стараемся, будем стараться. Надеюсь, вы готовитесь к Новому году как следует. Напишите, где вы будете отмечать Новый год. Интересно, потому что мы до сих пор не знаем, где мы будем отмечать. Может быть, вы напишите, и у нас возникнет идея, где отмечать Новый год. Спасибо за просмотр. Пока-пока.